Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Миронова Екатерина Сергеевна. Я являюсь кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории молекулярных механизмов старения отдела биогератологии Санкт-Петербургского института биорегуляции и гератологии. А также я являюсь руководителем лаборатории молекулярной нейроиммунной эндокринологии отдела трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского научного исследовательского института фтизиоподкульмонологии. Сегодня я расскажу вам о вазопротекторных свойствах пептидов в условиях инвитро. Сердечно-сосудистая патология – одно из самых распространенных заболеваний с высоким уровнем риска смертности у лиц пожилого и старческого возраста. Основными причинами смертности являются ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Согласно Всемирной организации здравоохранения, более чем в 30% случаев причиной смерти является инфаркт миокарда. В России сердечно-сосудистая патология составляет примерно 55% в структуре причин общей смертности. На сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению среднего возраста манифестации сердечно-сосудистой патологии. Особенностью течения такой патологии пожилых людей является сочетание патологии различных систем организма, что обуславливает применение различных фармацевтических препаратов. Существующие лекарственные средства, применяемые в терапии сердечно-сосудистой патологии у лиц старших возрастных групп, имеют ограничения вследствие попочных эффектов. Они могут вызвать нарушение функций желудочно-кишечного тракта, повышение синтеза печеночных ферментов, помутнение хрусталика, нарушение в системе кровотворения, а также психические расстройства и миопатии. В связи с этим поиск новых эффективных и безопасных средств лечения особенно актуальны. Изучение молекулярных механизмов старения клеток сосудов и возможности регуляции этого процесса с помощью вазопротекторных пептидов оказывает новые перспективы разработки ваза и геропротекторных лекарственных препаратов, обладающих высокой эффективностью и отсутствием побочных эффектов, которые направлены на лечение сердечно-сосудистой патологии. Так, на основе анализа аминокислотного состава полипептидного комплекса Вентфорд, выделенного из сосудов молодых животных, был синтезирован трипептид-визуген. На данном слайде вы видите, как выглядят, что представляют собой данные препараты. Изучалось влияние пептидовизуген на экспрессию сигнальных молекул в клетках эндотелия сосудов эмбриона человека в условиях инвитра в таких группах, как норма, а также при атеросклерозе и растенозе. Установлено, что пептид-визуген нормализует повышенную при атеросклерозе и растенозе экспрессию эндотелина-1, что представлено на данном слайде. На данном графике вы видите статистически значимое различие после обременения пептида ГЭД. Кроме того, визуген восстанавливает межклеточные контакты эндотелия цинтов, осуществляющих коннексинов 37, повышая его экспрессию, что также представлено на данном графике. Звездочками обозначено статистически значимое различие. Также геропротекторное влияние пептида визуген на эндотелии реализуется в повышении экспрессии септуина-1. Данный белок участвует в репарации ДНК, то есть восстановлении ДНК. На данных графиках также вы видите статистически значимое различие после применения пептида визуген, в таких группах, как атеросклероз и ростеноз. В органотипических культурах клеток, в свою очередь полученных от молодых и старых животных, а также диссоциированных культурах эндотелия цитов сосудов при их старении, визуген стимулировал синтез пролиферативного белка Ки-67, экспрессия которого снижается при старении клеток. На данном слайде представлена таблица, где вы можете рассмотреть влияние визугена на экспрессию данного протеина Ки-67, который отвечает за пролиферацию клеток в таких культурах клеток, как сосуды у молодых и старых крыс и точно также в предиссоциированных культурах эндотелия цитов сосудов. Кроме того, методами молекулярного докинга выявлена возможность связывания визугена с промоторными участками гена МКи-67. Данный ген ответственный за синтез белка Ки-67. Кроме того, найден сайт связывания CATS. Таким образом, базопротекторный эффект визугена может реализовываться через эпигенетическую регуляцию экспрессии гена, кодирующего пролиферативный протеин Ки-67. На данном слайде вы видите, как визуген встраивается в большую поростку ДНК, таким образом способствуя экспрессии гена, ответственного за синтез белка Ки-67. При старении эндотелия сосудов культура клеток человека визуген снижала уровень экспрессии Пи-53. Данный белок ответственный за абоптос. Экспрессия данного белка при старении клеток повышается. В свою очередь, визуген способствовал снижению экспрессии данного белка до уровня 0. Также экспрессия коноксина-43 при старении клеток сосудов человека и животных практически не изменялась. Тем не менее, визуген повышал экспрессию коноксина-43 в культурах клеток эндотелия сосудов человека при их старении. Кроме того, экспрессия фактора роста эндотелия сосудов век, так называются, при старении клеток сосудов человека и животных она практически не изменяется. Тем не менее, визуген повышал экспрессию век в культурах сосудов крыс при их старении. Таким образом, данные о влиянии визугена на экспрессию белков эндотелин, сиртуин-1, коноксины-37 и 43, а также Ки-67 и Пи-53 в культурах эндотелия цитов человека и животных при их старении, играют важную роль в понимании молекулярных механизмов действия этого пептида на функцию сердечно-сосудистой системы. Таким образом, вазопротекторное действие визугена осуществляется посредством регуляции процессов клеточного обновления, снижения уровня апоптоза и стимуляции межклеточных взаимодействий. Благодарю за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok